Права и безыска? Да, права и безыска. До начала рассмотрения дела по существенному заявлению, когда тесты будут? Первый суд над нетрезвым водителем состоялся в начале августа. Тогда мужчину лишили прав на один год и девять месяцев и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Обжаловать решение судьи он захотел два с небольшим месяца спустя. Рассмотрение по делам административного права машины по части 1 ст. 12.06.2 ФМ на 2 августа. История административного дела началась 2 июля в пол первого ночи. Тогда водитель, катаясь по городу, повстречался с экипажем ДПС. Состояние мужчины вызвало у автоинспекторов подозрения. Сначала ему предложили алкотектор, результат отрицательный. Потом стражи дорожного порядка решили проверить его на наркотическое опьянение. Автомобилист отказался. Первая часть статьи 12.26 административного кодекса говорит, что это уже достаточное основание, чтобы отлучить водителя сначала от руля, а потом и от водительских прав, как минимум на полтора года. Плюсом идет штраф в 30 тысяч рублей. Гражданин на процесс не явился, присутствовал только его защитник, который обращал внимание суда на то, что постановление принято с нарушением норм процессуального и материального права. И еще на то, что подзащитный освидетельствование все же прошел. Позже, в тот же день. Экспертиза показала, что опьянение отсутствует. Представитель заявителя просил решение отменить, а дело пересмотреть. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд постановил решение первой инстанции оставить без изменений. Оно вступило в силу с момента вынесения и может быть обжаловано в Кассационном суде в Самаре. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.